у вас закончилась мыло а вы как раз на кухне что-то приготовили у вас очень жирные руки тут раз нет ничего не мыло не чистящего средства жидкого для посуды ничего не чем же помыть срочно руки вода их не отмывает остается они остаются жирны что можно использовать и так можно использовать пищевую нашу соду соду дальше можно использовать сухую горчицу сухую горчицу также можно использовать зубную пасту зубную пасту также в крайнем случае если этого уже ничего нет зубная паста конечно если людей но горчицы и соды может не быть соль то у вас есть крайнем случае если у вас есть каменная соль каменная соль вот она и больше ничего нет в крайнем случае можно солю хорошо со всех сторон потереть руки и жир отойдет в соль в любую каменную отойдет получше конечно как с пользой для своего здоровья помыть свою ванную комнату это касается кафель натяжного потолка сантехнических различных приборов хромированных кранов и так далее то есть мы можем практически все сделать чем конечно же нашей пищевой соды и так если это ванна на вогкую тряпочку наносите нашу пищевую соду и мойте хорошо нашу ванну также мы можем мыть и на шкафель на полу на стенах и так далее если это натяжной потолок здесь надо быть немножко осторожней и лучше сделать раствор пищевой соды и потом уже тряпочкой осторожно протирать наш натяжной потолок на него могут скапливаться как пыль так и если вы очень давно его не мыли два-три года может даже скапливаться такая очень тонкая пленка жировая или пыль перемешку жир такая невидимая пленка и он начинает сереть вот в этом случае прекрасно подойдет раствор пищевой соды в воде в тепленькой или тепленькой воды воде если вы такую процедуру будете выполнять постоянно с вашим натяжным потолком где бы он не находился в ванной вот в кухне то он будет в очень хорошем состоянии ну а так для ванной подойдет пищевая сода и почему она еще подойдет потому что она не представляет никакой угрозы в отличие от различной химии для здоровья человека есть очень хорошая фишка прежде всего для вашего здоровья если вы покупаете различные моющиеся и другие подобные обои покрытые тонким слоем различных синтетических элементов винила полиэтилена и так далее знаете такую офигенную фишку такие обои необходимо клеить только в помещении которые не проникает прямые солнечные лучи под действием прямых солнечных лучей постепенно обои будут вернее вот этот защитный слой который моющийся так сказать будет постепенно разлагаться и выделять в помещении ядовитые различные газы и элементы которыми вы и ваша семья будете дышать чтобы этого не произошло пользуйтесь первое не моющими обоями в такой комнате а обычными качественные бумажными или в крайнем случае пользуйтесь очень дорогими качествами виниловыми или моющими обоями дешевые обои моющие такие помещения категорически запрещено если у вас линяет любая какая-нибудь из ваших вещей вы можете воспользоваться такой небольшой хитростью о которой я сейчас расскажу для того чтобы ваша вещь практически не линяла или даже может вообще уже не линяет необходимо сделать слабосоленый раствор слабосоленый то есть добавить в воду соли а потом уже туда добавить порошок в такой ситуации вещь или будет линять чуть-чуть или можно добиться что она вообще линять в этом слабосоленом растворе не будет вот так вот такая хитрость есть для того чтобы вещь не линяла и можно было ее нормально постирать чтобы она потом не тускнела у вас форс-мажорные обстоятельства закончился ваш любимый дезодорант а вы издаете неприятный запах и ничем не можете его удалить удалить потому что ничего нет а вам срочно надо куда-то идти встречу и так далее или вы находитесь где-то в офисе есть один неплохой способ хоть и дикий осторожно возьмите на руку пищевой соды и осторожно намажьте свои подмышки просто пищевой содой если есть такая возможность конечно если есть в офисе где-то вода потом минут через двадцать посидите и осторожно смойте воду это очень хороший способ как избавиться от неприятного запаха от мышками если у вас больше ничего нет ни дезодоранта не знаю ни мыло вы где-то находитесь в машине там и так далее просто купите себе пищевую соду и вот так вы можете избавиться от неприятного дезодоранта подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы отвечу каждому до встречи на моем канале всем удачи и мир вашему дому